Девушки отдыхают Есть ли прощение родителям, которые отказываются от усыновлённого ребёнка в самый трудный для него подростковый период? Что может оправдать такое предательство? Узнаем в суде. Это в наших же интересах. В интересах меня и моего брата. Я не понимаю. Вы мне объясните, что это такое? Отдать то, что вам достаётся бесплатно, чтобы потом это выкупить. Смерть – это ещё не конец. Это начало. Начало проблем наследников, если человек полез в петлю из-за долгов. Ну и что, что должница умерла? Её дети отдадут всё до копейки. Когда он повзрослеет, он поймёт, какая-то скотина. Я люблю тебя, я люблю сына. Что мне сделать ещё для этого? Что мне сделать, скажи? Как вернуть сына и помириться с дочерью, если за плечами тюрьма и разрушенная семейная жизнь? С помощью искреннего покаяния и родительской любви, считает отец. Достаточно ли этого? Решит суд. Истцы Жанна и Василий Леоновы подают иск об отмене усыновления. Утверждают, что не справляются с воспитанием сына. Ответчик, представитель органов опеки и попечительства, иск не признаёт. Прошу всех встать! Прошу всех садиться. Так, истец, я вас слушаю. Ваша честь, здравствуйте. Я бы хотела, чтобы отменили усыновление, потому что я не справляюсь с воспитанием сына, ни морально, ни физически. Я попытаюсь вам сейчас всё объяснить. Дело в том, что 13 лет назад мы с моим мужем... Это ваш супруг, да? Уже бывший муж? Бывший муж, да. Бывший супруг, да? Мы с моим бывшим мужем Василием, мы усыновили мальчика с детского дома взяли, Серёжу. Тогда ему было всего лишь три годика, это был очаровательный ребёнок. И мы жили довольно счастливо, всё у нас было хорошо. Но вот четыре года назад мы с мужем развелись. И вот тогда Серёженьку просто как подменили. Он очень переживал, что папа нас бросил, что он ушёл к другой молодой женщине. Серёжка, он просто как-то закрылся в себе. Он стал грубить, мне хамить. В школе стал очень плохо учиться. Потом как-то с плохой компанией связался. И знаете, что чем дальше, чем дальше, тем хуже. Потом вообще всё просто покатилось по наклонной. Но вот, к сожалению, Василий, отец, после развода он вообще не приходил. А зачем мне нужно было приходить? Объясни, мы с тобой... Он не общался с сыном. Мы с тобой разведённые люди. Он с ним даже не разговаривал. Я говорю о твоём отношении к ребёнку. Просто откупался деньгами. Моё отношение к ребёнку началось с того, что я после развода сказал его оставить мне. Нет, нет. Ты после развода ушёл к женщине, не приходил к сыну домой и даже с ним не разговаривал. А только совал ему деньги и всё. А что? А когда у него появились деньги, тогда появились наркотики. Минуточку. И у Серёжи начались большие проблемы с наркотиками. Ты прекрасно об этом знаешь. У Серёжи проблемы... Какой кошмар я переживала синий год. У Серёжи проблемы начались с тех пор, как ты перестала воспитывать ребёнка. Дело в том, что пока мы жили семейной жизнью, я по роду своей деятельности очень часто отсутствовал. То есть Серёжа был... Да, Серёжа был прекрасный мальчик. Простите, пожалуйста, знаете, я хотел бы уточнение. А вот ваш сын, он вас воспринимает как... Он знает о том, что он усыновлённый? Да. Знает? Да. Но он знает об этом буквально пару лет. Когда все эти дела с разводом... Это случилось так, что мы это озвучили. Ну хорошо, все эти дела с разводом начались. И как он узнал? О чём он узнал? О том, что он усыновлён? Я с ним разговаривал. Зачем? У меня на сегодняшний день совершенно другая семья. И моя жена ждёт ребёнка. Вы разгласили тайное усыновление? Ну, вы понимаете, какая ситуация? Нет, не понимаю. Вы разгласили тайное усыновление. Зачем? Ну, потому что я хотел таким образом расставить точки над «и». А в чём расставить точки над «и»? Что это оправдывает ваш уход? Это не оправдывает мой уход. Вместо того, чтобы заниматься сыном... Она с утра до вечера контролирует меня. Она ночует у меня под дверями. Она встречает меня вечером. Ну, то есть это нету такого, что «здравствуй, привет, привет». Но я вижу, что человек присутствует в моей жизни даже после того, как мы развелись. Если бы было «здравствуй, привет», я бы не ночевала у вас под дверью, извини меня, и не караулила тебя. Только ради того, чтобы ты поговорил с сыном нормально. Потому что вот эти проблемы начались, понимаешь, с наркотиками. Это беда. Это не день и не два, когда начались эти проблемы. И сыном тоже надо было помочь. Я ради помощи к тебе только обращаюсь. И естественно, вы сейчас просите отменить усыновление. То есть фактически ребенок должен уехать в детский дом. Вы это понимаете? Я понимаю. Ваша честь, поймите меня тоже правильно. Дело в том, что я всячески пыталась вытянуть его из этой компании. Я устроила его лечиться. Дело в том, что лечение, оно дорогое лечение. И находился он два раза уже в этом реабилитационном центре для наркоманов. Здесь вопрос не решается. Лечился целый месяц. Вы поймите, что это уже взрослый человек. Ребенка просто упустили. Если на тот момент, когда мы развелись, я не могу присутствовать в двух семьях сразу. Ну вот в чем проблема, понимаешь? Понимаете, в чем проблема? Ты его даже на порог не пускаешь. Он когда к тебе... Мне не нужен мужик-наркоман. Но дело в том, что я сейчас живу просто как на минном поле. Я иду домой, я боюсь идти. Потому что он часто бывает очень агрессивный. Он стал воровать из дому. Да ладно это, он меня стал бить, понимаете? Я иду домой, я не знаю. Дома он, в каком он состоянии. Я не знаю. Так, органы опеки, я вас слушаю. Вы знаете, Ваша честь, здравствуйте. Мы давно наблюдаем за этой семьей, еще с момента усыновления Сережи. Тогда, 13 лет назад, все было прекрасно. Целый год до усыновления они общались с мальчиком. У них были замечательные отношения. Но после того, как возникли личные отношения в семье, конфликт, то, по-моему, родители увлеклись именно этим. И забыли про ребенка. Да, Сережа сложный мальчик. Но он любит обоих родителей. Сейчас, в этот момент, отдавать его в детский дом, мы считаем, что это неправильно. Органы опеки возражают против. Ну, вы возражаете, но и сыт, говорят, мы не будем усыновителями, мы не справляемся. И основополагающий момент в том, что установлены обстоятельства того, что они не справляются. Понимаете, не справляются. Понимаем, Ваша честь. Но, а ребенок? У него же тоже раздравит душе. Ребенок, понятно, его придется определять в детский дом. Хорошо, если вы найдете где-то там попечителя, например, для него. Или там определите его в приемную семью. Ну, мне какие-то действия вы совершите. Исполнится ребенку в 18 лет, он станет свободным. И обязательно придет к своим бывшим маме и папе. Обязательно, все непременно, и задаст им вопросы. Как это обычно бывает. И какой же вопрос он задаст? Почему? Его предали. Вот и все. Предали? Конечно. Потому что для детей это предательство. Тем более, он столько времени рос у вас. Он вдруг ни с того, ни с сего. Мама с папой расходятся. Папа еще, ну, совершая уголовно наказуемое деяние, разглашает тайное усыновление. Органы опеки, ваше заключение. Передайте, пожалуйста, через судебный вопрос. Наше заключение? Мы возражаем все-таки. Нет, ну вы возражаете. Ну как? Ну как? Да, понятно. Можно задать вопрос? Да, пожалуйста. Скажите им, пожалуйста, уважаемые родители, а вы Сережу-то любите? Нет, судя по всему, нет. Я посмотрела... Вы считаете, что семьи расходятся на пике любви? Так, суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Это в наших же интересах. В интересах меня и моего брата. Я не поняла. Вы мне объясните, что это так? Отдать то, что вам достается бесплатно, чтобы потом это выкупить. Еще не успели похоронить мать, как коллекторы воронами закружили над ее детьми. И мертвая отдаст долги, как только они примут наследство. В этом случае выход один. Отказаться от него. Раз и навсегда. Когда он подрослеет, он поймет, какая-то скотина. Я люблю тебя, я люблю сына. Что мне сделать? Еще для этого. Что мне сделать, скажи? Можно ли простить отца уголовника, если по его вине дети попали в детский дом? Нельзя, отвечает дочь, вспоминая шокирующие факты семейной трагедии. Можно, считает несовершеннолетний сын, после встречи с папой. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования суд, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, проведя процесс с обязательным участием прокурора, рассмотрев все представленные документы, выносит решение об отмене усыновления 16-летнего подростка и передает его на попечение органов опеки и попечительства. Суд взыскивает с каждого из бывших усыновителей алименты в размере одной четверти заработка ежемесячно на содержание ребенка до достижения совершеннолетия. Суд отменяет усыновление, потому что фактически оба усыновителя отказываются от выполнения принятых на себя обязанностей родителей. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, также суд хотел обратить внимание в вас, что суд выделил в отдельное производство и передать правоохранительные органы ту часть судебного заседания, которая касается факта разглашения тайны усыновления, поскольку у нас тайна усыновления охраняется законом. Лица, виновными действиями, которые совершили разглашение этой тайны, подлежат привлечению к уголовной ответственности. В данном случае эту квалификацию будут давать уже правоохранительные органы. Суд огласил решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Спасибо. Решение суда. Иск удовлетворить. Единственное, о чем я хочу сказать, не делайте Сережу больным. Он абсолютно здорованный мальчик. Дело в том, что наркоманией и алкоголизмом люди спасаются как бегство. Но до тех пор, пока человек не захочет стать сильным, сильным его не сделает никто. Конечно, мы понимаем, что в этой семье для Сережи нет перспектив. Мы постараемся подыскать ему новую семью или хороший детский дом. В этом суде жарко зимой и летом. Я люблю тебя, я люблю сына. Что мне сделать еще для этого? Что мне сделать, скажи? Ну, а я правда в черную сиди там. Хотите знать, что ждет вас в будущем? Присмотритесь к своим детям. Ты мне больше не мать. Зачем ты ребенка подводишь под статью? Он же сядет так же, как сидел ты. Вот я считаю, что моя мама лучше, чем мать Тереза. Ты ей дал денег на аборт, а потом еще написал в следующий раз предохранять. Да с чего вы взяли, что я говорила себе? Не говорите, что вы не видели. Он обязан платить мне алименты. Вот тебе они алименты, поняла Шельма. Битва за будущее. Он сейчас в больнице. Довела она его. Я довела. А кто я, что ли? Не кричите, не кричите. Каждый будний день с 14 до 15 на нашем телеканале. Истец, представитель органов опеки и попечительства, требует признать незаконным отказ попечителя от принятия наследства несовершеннолетним. Ответчик Николай Калинкин, попечитель несовершеннолетнего, с иском не согласен. Пожалуйста, истец, вы, представляя интересы несовершеннолетнего, правильно? Все правильно. Считаете, что... Отказ. Отказ? От наследства. От наследства, который законный представитель, да? Вы опекун? Да, я опекун. То есть опекун в интересах своего опекаемого совершил отказ от приятия наследства. И вы обжалуете этот отказ. А вы просите в данном случае признать... Отказ недействительным. От наследства – это как сделка. То есть вы просите признать эту делку недействительной и ничтожной, поскольку она нарушает права несовершеннолетнего наследника. Тогда у нас с вами ответчиком будет являться вы как опекун, а уважаемый нотариус, вы в данном случае выступаете как третье лицо, да, поскольку вы не участник сделки. Третье лицо без самостоятельных исковых требований. Пожалуйста, органы опеки, я вас слушаю. Ваша честь, мы, представители органов опеки, просим вас признать незаконным сделку решение опекуна об отказе от наследственной части имущества несовершеннолетним подросткового. На обверенной нам территории до недавнего времени проживала семья Калинкиных. Ее состав был такой. Мать Оксана Юрьевна, старший сын Николай в возрасте 24 лет и младший сын Евгений в возрасте 16 лет. 16 лет. Да, младший 16 лет. То есть вы попечитель, вы не опекун, попечитель. Четыре месяца назад их мать умерла. После ее смерти в наследство детям осталась одна третья часть комнаты, приватизированной в общежитии, где они все и проживали. В итоге наследникам остались двое, ее старший сын и младший сын. Они же являются наследниками первой очереди. И старший брат является опекуном, попечителем младшего брата. В положенное время старший брат обратился к нотариусу и озвучил свое желание принять открывшееся наследство за себя и за своего младшего брата. Нотариусом в этом деле выступает Боровский Олег Николаевич. Вот он. Он принял заявление о принятии наследства наследниками. По прошествии четырех месяцев со смерти матери старший брат Николай обратился опять-таки к нотариусу. Его решение кардинально поменялось. Он написал отказ от принятия наследства. Опять-таки от своего имени и от имени своего младшего брата. И нотариус этот отказ принял, несмотря на то, что младший брат является несовершеннолетним сиротой. По закону мы, органы опеки, все сделки с недвижимостью, тем более несовершеннолетних детей, они оформляются только с разрешения органов опеки. Мы, естественно, таких разрешений не давали. Как только мы узнали о случившемся, мы обратились к нотариусу, обратились к попечителю и стали требовать от них аннулировать это решение как сделку. Но они категорически отказались. Нет, они просто не могут это сделать. У нас отказ от наследства, оспаривание отказа от наследства предусмотрено только в судебном порядке. Поэтому не надо винить здесь ни нотариуса, ни в данном случае попечителя. Я поэтому и удивилась, что нотариус был как бы вами определён как ответчик, потому что в данном случае нотариус выполняет нотариальные действия, а отказ совершил попечитель. Понимаете, в чём дело? Да, мы понимаем, Ваша честь. Но органы опеки рассматривали такой вариант, как... Нет, 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 я не... Как возможность какого-то сговора против несовершеннолетнего, сговора между попечителем и нотариусом с тем, чтобы оставить несовершеннолетнего без его имущества, без ненавижимости. Простите, пожалуйста. Истец, комната в общежитии сколько метров? Всего общая площадь 18. Одна третья, шесть. И значит, на каждого из наследников по три метра страшные сговоры между нотариусом и попечителем лишить несовершеннолетнего трёх метров. Ну просто, знаете, ну, катастрофа. Заключение Ваше через судебное приставо передайте, пожалуйста. Так, уважаемый нотариус, мне копию Вашей лицензии, у Вас нотариальное дело на руках, да? Да, копию лицензии, нотариальное дело мне передайте. Так, давайте с Вас начнём. Хорошо. Будьте добры, пожалуйста. Николай. Причины, по которым... Сначала с Вас. Причины, по которым Вы совершили отказ от принятия наследства. Это в наших же интересах. В интересах меня и моего брата. Да, чтобы одна треть ушла городу. Чтобы потом мы могли выкупить за копейки, получается. Я не поняла. Вы, может быть, вы поняли. Наверное, когда Вы отказ-то принимали, Вы задали такой же вопрос. Может быть, Вы мне объясните, что это так... Отдать то, что Вам достаётся бесплатно, чтобы потом это выкупить. Ваша честь, у братьев Калинкиных очень сложная ситуация. Их покойная матушка не умерла, а покончила жизнь самоубийством. За ней остались достаточно приличные долги. Большая сумма для двух молодых людей. И им проще отказаться от своего наследства и, соответственно, отказаться от долгов. К ним коллекторы очень часто ездят, почти как к себе домой. Но пока они разговаривают мягко. Потом они так мягко разговаривают. Нет, вот здесь я Вас поняла. Благодарю Вас. Извините, что... Ответчик. Да. Вот, смотрите. В этом, безусловно, для этого и существует в наследственном праве отказ от наследства. Это так. То есть, принимая наследство, я принимаю не только наследство, но и долги наследодателя. Отказываясь от наследства, я отказываюсь от долгов наследодателя. Всё правильно. Но только дальше, это же, давайте ещё раз, чтобы Вы поняли, это сделка. То есть, у нас закон отказ от наследства рассматривает как одностороннюю сделку. Но правила всегда применяются именно как к сделке. Поэтому у нас дальше в наследственном праве предусмотрено, что если есть отказодатель и есть отказополучатель, вот Вы называетесь отказодателем. В данном случае у нас отказополучателем будет, ну, как бы город, поскольку там туда отойдёт это общежитие, там режим общежития. Либо, если Вы говорите одна треть, я должна предположить, что там ещё есть другой собственник какой-то некий. Правильно? Да. Там ещё живут собственники очень странные, неадекватные, сложные. То есть, там есть собственники, да, в этой комнате, которые имеют две трети. У Вас одна третья. Вы отказываетесь, Вы отказодатель. Вы отказались в пользу государства. Это отказополучатель. А дальше существует, как Вам не покажется странным, запрет, что если состоялся отказ от наследства, то последующие сделки между отказодателем и отказополучателем не разрешаются. Понимаете, в чём дело? И это сделано правильно, потому что если бы вот этого запрета не было, то тогда у нас вот вокруг наследства вот этих малозначительных долей возникали бы какие ситуации? У меня малозначительные доли, я взяла, отказалась в пользу какого-то наследника, мы потихонечку договорились, что этот наследник потом это всё примет, там, за деньги, без денег, что-то мне такое подарит и прочее. Вот для того, чтобы внутри наследства между отказодателями и отказополучателями не было никакого сговора по переспределению долей в наследстве, по ищемлению прав других наследников, поэтому было введено правило постановлением Пленума Верховного Суда, что если между отказодателем и отказополучателем будут совершены сделки по распоряжению той доли, по которой совершился отказ, то такие сделки будут признаваться ничтожными. Поэтому у вас существует глубокое заблуждение, что город по каким-то причинам должен был вам продать эту долю. Потому что город, даже выставляя эту долю, в чём я безумно сомневаюсь, просто, знаете, чтобы выставить 6 квадратных метров на торги, ну просто всё, конечно, бывает, но этого не будет точно. Поэтому если город будет ставить вопрос о продаже этой доли, то он будет ставить обязательно с обременением, с тем, чтобы покрыть долги, которые образовались. И второе, второе, если там есть другие собственники, то у этих собственников есть право преимущественного выкупа. И поэтому сначала город будет предлагать им, а не вам. Поэтому вот это у вас, она порочна, вот, понимаете, вот не в плохом смысле этого слова, а в том, что там у вас вот эта схема, которую вы выстроились, это, она не сработает. Нет, я прекрасно понимаю. Я просто отказаться хочу, чтобы было легче. Долгов сколько за поэта? На данный момент два кредита просроченных на 750 тысяч. И плюс ко всему ещё были займы в конторах, займ экспресса по 50 тысяч. А у них бешеные проценты, как вы знаете. И на данный момент у них 300 тысяч уже в совокупности получается. И там ещё копится. Всё это вместе миллион пятьдесят. Нет, ну даже если размышлять, что вы... Мы не осилим, у меня брат учится. Нет, 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 вы опять, вы сейчас здесь тоже заблуждаетесь. Наследник, получая долги, получая долги от наследодателя, он отвечает только в объёме того имущества, которое он получил в наследство. То есть вот сколько стоит, сейчас мы органам опеки зададим вопрос, сколько стоит три квадратных метра в этой комнате? Ну, тысяч триста. Триста? Да. Одна треть стоит 230. Сама комната 700 тысяч стоит. Она просто немного ошиблась. В общежитии комната? Да. Вы откуда эту стоимость берёте? Ну, оценщик приходил, смотрел. Я сам на самом деле не понимаю, потому что там условия вообще неблагоприятные. Ну, я только и так могу представить, что это общежитие с белыми колоннами, с роскошным мраморным входом, как минимум с охраной, с пулемётами и с консьержем. Ну, я не знаю, и вид так, Кремль прямой такой. Вот такое общежитие я себе представляю. Вот в вашем понимании, в 18 метрах 700 тысяч. Нет, ну, вы-то какую оценку, когда стали открывать наследство, вы эту оценку взяли? Да, это официальный документ. Ну, да, ту, которую дали. Ой. Ну, хорошо, вот 750 тысяч. И одна треть 200 стоит? 230. 230, одна треть. Ну, вот в пределах 230 тысяч отвечаете. Вы, брат. Вот смотри, у вас, если оценка 230 тысяч, там же ваши доли и доли брата, правильно? Ну, да, да. То есть на каждого причитается по 115. То банк может к вам предъявлять претензии к каждому наследнику на 115 тысяч. Ну, я понял, ну, а остальные долги, типа, у нас... Со смертью должника прекращаются долговые обязательства. А, то есть даже так? Ну, нет, не так. Это так в гражданском кодексе написано. Я понял. А почему тогда каждый день к нам приходят приставы? А потому что вы их слушаете. А что вы их слушаете? Ну, вы-то еще... А мы не знаем, что с ними делать. Вы говорите. Уважаемые, кто к вам приходит? В коллектор. Уважаемые коллекторы. Знаете ли вы наименование суд? Вот идите туда, обращайтесь в суд и судитесь с нами. Угу. Я понял вас. Все понятно? Да. Так, ну, давайте мы будем как-то с вами решать, потому что... Я вам все объяснила. Да. Эту одну треть вы у города не выкупите. Исключено. По многим позициям вы не выкупите. Да, правильно. Поэтому давайте вот будем с вами размышлять. Обязаны вы отвечать в пределах 115 тысяч каждый. Все остальные долги прекращаются со смертью. Должника. Ни одни коллекторы, банки, Папа Римский это правило у нас в Гражданском кодексе не отменит. Оно как действует, так и будет действовать. Поэтому вы для себя определитесь. Вот вы... Я иск признаю. Признаете иск, да? У вас, как у третьего лица, нет возражений? Нет. В данном случае я сейчас объявлю решение. Поскольку вы признали исковые требования, я вынесу определение. И потом, там, за пределами уже оглашенного определения, я не имею права сказать, что я дам совет. Это будет окончательная реплика суда. Так, суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Когда он повзрослеет, он поймет, какая это скотина. Я люблю тебя, я люблю сына. Что мне сделать еще для этого? Что мне сделать, скажи? Чего мне сделать? Вот иди обратно в тюрьму и сиди там. Как вернуть сына и помириться с дочерью, если за плечами тюрьма и разрушенная семейная жизнь? С помощью искреннего покаяния и родительской любви, считает отец. Достаточно ли этого? Решит суд. Суд оглашает определение, принятое по делу. В связи с тем, что ответчик признал заявленные исковые требования органов опеки и попечительства по признанию отказа от наследства, который был совершен в интересах несовершеннолетнего подопечного, суд, рассмотрев указанное признание исковых требований, не находит каких-либо нарушений в этом признании, также считает, что признание исковых требований не затрагивает и не нарушает права и интересы третьих лиц. Поэтому суд своим определением утверждает признание исковых требований и, следовательно, отказ от принятия наследства, который был сделан попечителем в интересах несовершеннолетнего подопечного, суд признает недействительным. В данном случае нотариус вновь вынесет постановление о продолжении наследственного дела и рассмотрении вопроса о принятии наследства. Про коллекторов я вам все сказала. Органы опеки и попечительства. Я напишу письмо в вашу организацию с требованием, чтобы в интересах несовершеннолетнего и с учетом сложившейся жизненной ситуации, и с учетом жилищных условий, с учетом того, что несовершеннолетний у нас остался сиротой на сегодняшний день, он имеет определенные права со стороны государства по улучшению жилищных условий. Поэтому я напишу письмо, в котором обижу органы опеки и попечительства и органы социальной защиты, обратиться в администрацию города с требованием незамедлительного решения вопроса по улучшению жилищных условий по тем нормам, которые у нас существуют. Понятно вам, естественно? Да, спасибо большое. Сегодня суд защитил права несовершеннолетнего подростка. Что бы в жизни ни случилось, но лишать жилья несовершеннолетних детей нельзя. В принципе, я доволен решением суда. По крайней мере, я узнал то, что все долги матери, они аннулируются, а нам всего лишь-то останется заплатить по 100 тысяч каждому. Ну и, по крайней мере, жилье наше останется. И коллекторы нас беспокоить больше не будут. Это самое полезное телевидение. Смотрите внимательно. Скажите ли это юридическое понятие. Записывайте. С очень давнишних времен было принято такое решение, что дети, рожденные в течение 300 дней, после того, как мужчина ушел воевать, они признаются ребенком этого мужчины. Специально для зрителей программы «Битва за будущее». Бесплатная юридическая консультация. Знаешь, ты знаешь, что ли? По-моему, тебе уже пора в дурку. Что за 3 тысячи? Это вообще смешно просто. Каждый день с 14 до 15 на нашем телеканале. Истец Борис Черняев подает иск о восстановлении в родительских правах. Ответчик Светлана Черняева против иска возражает. Заявляет, что не отдаст брата отцу-уголовнику. Случается дело Черняева Бориса Валентиновича с требованиями о восстановлении в родительских правах. У нас также присутствует третье лицо представителей органов опеки и попечительства, который будет давать заключение по существу дела. Присутствует сын, да? Вы как заинтересованное лицо, в отношении которого будет приниматься решение. И ответчиком у нас является Черняева Светлана Борисовна. Так, пожалуйста, истец, я вас слушаю. Ваша честь, я обратился в суд. И хочу, чтобы меня восстановили в родительских правах, которых я был лишен в связи с отбыванием наказания. В колонии строгого режима я освоился 7 месяцев назад. Я все осознал и хочу, чтобы мой ребенок, мой сын сейчас находился со мной. Ну и не только он, это моя дочь. Он больше не будет твоим сыном. Я не позволю просто этому даже. И хочу восстановить меня в родительских правах на законных основаниях, чтобы я мог участвовать в судьбе и воспитании своего ребенка. Какой срок вы отбывали, скажите, пожалуйста? Шесть лет. И вы сейчас имеете место работы? Имея постоянную работу, я устроился водителем. У меня есть место жительства, доставшееся мне наследство от моих родителей за время отбывания наказания. Моя мама тоже, не выдержав такой, так скажем, истории со мной, оставила мне квартиру двухкомнатную, где есть место и для дочери, и для сына. Не называй меня даже больше так. Посмотрите, вы сейчас в тюрьме сразу такой хороший, не верьте ему. Он на самом деле не такой человек. Он очень плохой человек. Не со стороны администрации, там, я соблюдаю всю законность. Простите, пожалуйста, ответчик. А вы опекун, да, я, как я понимаю, опекун. А ваш брат-то с той стороны находится, не с вами? Понимаете, дело в том, что брат, поскольку маленький, он еще не понимает полностью все ситуации. Ребенку 11 лет, ребенок все понимает. Этот человек убил мою мать, покалечил мою бабушку. Ответчик, ответчик, ответчик. За то, что было, я уже понес наказание, за все ответил. Я тебе больше вообще не верю. Я уже на коленях у тебя прощения просила. Я сделал все для того, чтобы ты меня просила. Что ты сделал? Ты ничего хорошего вообще не сделал. Будьте добры, пожалуйста, мне свидетель, документы на квартиру, на дом или на квартиру, на квартиру, да? Да, и справку о ваших доходах через судебную приставку. Есть справка о доходах, есть справка о квартире, свидетельство о ней. Да, органы опеки, пожалуйста. Да, Ваша честь, спасибо. Ну, в рамках данного дела мы обстоятельно изучили все нюансы. И в первую очередь начали с того, что изучили жилищные условия нашего истца. У нас есть акт осмотра его жилья. У него хорошая двухкомнатная квартира. Одна комната у него полностью оборудована для проживания ребенка. Там есть абсолютно все. И книги, и мебель, и одежда, и игрушки, компьютер. Но, наверное, в данной ситуации это не совсем самое главное. Буквально в первые дни после освобождения из мест заключения истец обратился в органы опеки с просьбой помочь ему восстановить его родительские права. Чем, в принципе, вот последние семь месяцев он и занимается. Ну, и со своими детьми он всячески пытался наладить контакт, общение. И вот, как мы видим, со своим младшим сыном, с Ромой, ему это удалось. У них хорошие взаимоотношения. Мы неоднократно общались с истцом. И, в общем-то, пришли к выводу, что действительно, он очень сильно раскаивается в содеянном. Это ничего не меняет. Все равно, вы понимаете, человек не изменится уже никогда. Какой бы он ни был. То, что он совершил свое... Я хочу, чтобы вы рядом были. Никто с тобой рядом не будет, особенно он. Я просто этому не позволю даже быть. Ты вообще не позволяешь. Ты вообще должен еще сидеть. Ты моя дочь, ты моя кровь. Я больше тебе вообще не дочь. Забудь меня просто. Ну, ты по документам и по крови. Тут уж никуда не денешься. Да мне плевать вообще, кто я теперь тебе. Вообще все равно. Я заберу ромку себе, чтобы он даже с тобой не виделся. Я искупил. Я все осознал. Я тебе не верю. Вообще, рот свой закрой. Ответчик, ответчик, ответчик. Ну, Ваша честь, вы видите ситуацию, которая в то... Но в то же самое время ребенок, в общем-то, хочет проживать именно с папой. И в данной ситуации органы опеки встали на сторону ИСА и просят иск удовлетворить. Ваша честь, извините, но он убил мою мать. Как я должна к нему вообще относиться? Если он заберет ромку, что то же самое будет? Я еще и должна и брата потерять? Или что? Нет, что значит то же самое будет? Понимаешь? Да ты пьешь постоянно. Что будет? Я не пью. Это потому, что ты только вышел. Я уже не пью на протяжении семи лет практически. А пил я, ну, мало ли что было. Ты еще была маленькая. Я стремился сохранить семью. Я все делал для того, чтобы была семья. Чтобы вы были счастливы. Я сейчас это хочу. Я все дома, я видела каждый день, как ты избивал, мать. То, что ты видела, это, это может были порывы, там, или еще что-то. Я все хорошо помню. Очень все хорошо помню. Хоть не было и 15 лет. Ты пойми, я исправился. Но у меня до сих пор эта картина перед глазами. Ты думаешь, я тебя буду прощать? Нет. Доченька, я исправился. Я другой человек. Я совершенно другой человек. У меня мир поменялся, у меня жизнь поменялась. У меня все другое. Как можно измениться за 6 лет? Как ты можешь, как ты можешь, вот его, как ты можешь, меня и его взять и разлучить теперь? Легко. Меня и так разлучили, меня лишили всего. Он еще маленький, он не понимает просто какой-то. Ты же у него пока хорошим, может быть. Но когда он повзрослеет, он поймет, какая-то скотина. Я люблю тебя, я люблю сына. Что мне сделать еще для этого? Я не верю. Что мне сделать, скажи? Чего я не делал? Вот не бил обратно в тюрьму и сиди там. Ответчик, ну вы считаете, что органы опеки заблуждаются, ошибаются? Конечно, ошибаются. Ну, вы понимаете, вообще я против, чтобы ему... Подождите, ну, ответчик, чтобы органы опеки поддержали восстановление в родительских правах в отношении лица, который отбывал наказание, это значит, что органы опеки, это их позиция подкреплена, понимаете, определенного рода доказательствами. Ну, вы понимаете, я боюсь отдавать своего брата ему. Он избил мою мать настолько, что она получила черепно-мозговую травму, а бабушка сломана рука и шейка бедра. Будьте добры, пожалуйста, ваше свидетельство о рождении, свидетельство о смерти вашей мамы и о назначении вас опекуном. Так, давайте сначала вас, да? Как вы относитесь к тому, что папа может быть повосстановлен в родительских правах? Ваша точка зрения? Ну, я думаю, это надо его поставить в родительских правах. Я, в принципе, буду не против, чтобы он был моим отцом. Потому что он и есть мой отец, и я хочу с ним жить. Ваша честь, он еще маленький, он не понимает просто. Я все прекрасно понимаю. Вы знаете, вообще законодатель... Зачем ты настраиваешь его? Зачем ты его делаешь? Ответчик законодатель решил по-другому. И обязанность опрашивать ребенка установлена с этого возраста. У меня обязанность такая, понимаете? Вы считаете, что тот, кто законы пишет, ничего не соображает в отношении возраста? Я просто боюсь его отдавать. Света, ты что, куда его отдаешь? Тебе. А как вы считаете, почему ваша сестра так волнуется? Почему она так переживает? Я думаю, что моя сестра волнуется из-за того, что папа убил нашу мать, ударил ее, и из-за этого мать умерла. И поэтому она боится, что отец так же сделает со мной. Но я думаю, что отец изменился и стал более лучше, что он не такой плохой, как был раньше. Но дело в том, что если ваш папа будет восстановлен в родительских правах, то вполне закономерно возникает вопрос о том, с кем вы будете проживать. Ведь ваша сестра еще выполняет функции опекуна? Да. Разве вам плохо было жить с сестрой? Нет. Но мне хочется с отцом, потому что мне с ним... Я же тебя с детского дома забрала, где мы с тобой вместе были. Ответчик, 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 ответчик. Что он в детском доме? Рыбалка он с тобой пойдет. Уважаемое заинтересованное лицо. Больно ему нужна твоя рыбалка. Я о нем заботилась, пока ты сидел. Никто другой. На мне вообще вся ответственность была. Абсолютно вся. Я работала, чтобы его вытащить оттуда. Ответчик, истец, и органы опеки. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что опрос свидетеля нужно проводить в присутствии заинтересованного лица или без него, исходя из интересов ребенка? Ну, вы знаете, наверное, исходя из интересов ребенка, лучше, наверное, ему не присутствовать. Не присутствовать, да? Я прошу вас покинуть зал суда, и я вас потом приглашу. Так, пригласите, пожалуйста, в зал свидетелей истца. Свидетели истца, водитель. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Хатинцева Ирина Викторовна. Являюсь подругой умершей матери детей и бывшей жены Бориса. Я хочу заступиться за Бориса, поскольку в этой трагедии, которая произошла в этой семье, виноват не он один. В этой трагедии, в общем-то, есть, по большому счету, вина самой бывшей жены Бориса. Что вы вообще такое говорите? Проблема была в том, что она изменила ему. Ваша честь, это вообще неправда. Ее был любовник, и она хотела развести... Зачем вы так говорите? Вообще молчите! Светуль, послушай меня, пожалуйста. Борис всячески препятствовал этому. Он очень сильно переживал за детей и старался сохранить семью. Его жена ему пообещала, что она с ним больше с любовником своим видеться не будет, но это все вновь и вновь продолжалось. В общем, его терпение закончилось. Вы давали показания в уголовном процессе? В уголовном процессе я показания не давала. Я сегодня пришла сюда для того, чтобы прояснить картину. А почему вы не хотели? Я не хотел, я вообще все это забыл, и не хочу даже к этому возвращаться. Но мне приходится, поскольку я хочу вернуть и доверие дочери, и сына. По честь, не верьте мне вообще, это вы даже слышать не хотите. В общем, Борис был в шоке от того, что он видит, что семья разваливается, он ничего поделать с этим не может. Он стал выпивать, естественно, стал агрессивным, и последней точкой это уже были кулаки. Это неправда. Бабушка попала, Света, бабушка была, кстати, на стороне отца. Я тоже в этом верила. И она, он ненамеренно ее ударил, оттолкнул ее совершенно ненамеренно. А вы его вообще, походу, и не подруга совсем. Девочка моя, твоя мама была моей любимой подругой, ты понимаешь? И поэтому ты его прикрываешь? Я хочу тебе объяснить, чтобы ты поняла, для того, чтобы ты посмотрела на него другими глазами. Какими другими глазами, когда у меня матери больше нету? Какие другие глаза? Ответчик, ответчик, ответчик. Так, судебный приступ, верните, пожалуйста, заинтересованное лицо. Заинтересованное лицо, войди. Ну, вообще, странно мне ваша позиция, на самом деле, истец, потому что такие существенные показания, которые могли прозвучать в уголовном деле. Вы же сами понимаете, что допрос свидетеля, там, вынесение приговора могло вообще производиться без детей, по вашей просьбе. Мне не очень ваша позиция понятна. Ваша честь, я до последнего пытался сохранить свою семью, до последнего боролся с этим. Ну, конечно, я виноват, и на сто процентов, потому что присутствовал алкоголь. И он постоянно у него был алкоголь. Суд удаляется для принятия решения. С судьей Еленой Дмитриевой лучше не спорить. Вы не имеете права говорить о том, чего вы не можете доказать. Я вас привлеку к уголовной ответственности за клиенту. Она всегда знает, что происходит с детьми. А для вашего сына, по отношению к дочери, любовь. Она ребенке 15 лет, ну какая любовь. Не вам, не отечку, нет дела до ребенка вообще. А мне есть дело до ребенка. Да, Елене Дмитриевой есть дело до ваших детей. Битва за будущее. Каждый будний день с 14 до 15 на нашем телеканале. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслужив исковые требования истца, опросив в качестве представителей органов опеки и попечительства, приобщив его заключение к материалам дела, заявленные исковые требования удовлетворяет и выносит решение о восстановлении отца ребенка в родительских правах и о возврате 11-летнего сына отцу. Суд восстанавливает отца ребенка в родительских правах, потому что отец после трагедии, которая произошла по его вине, вернувшись из мест решения свободы, наладил отношения с 11-летним сыном, имеет работу, заработную плату, у него хорошие жилищные условия. Суд учел мнение 11-летнего сына, который согласен на восстановление отца в родительских правах, так как восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего 10-летнего возраста, возможно только с его согласия. Суд также разъясняет, что после того, как данное решение вступит в законную силу, органы опеки и попечительства будут обязаны освободить ответчика от исполнения обязанности опекуна. Естественно, ответчик согласил свое решение, благодарит вас за участие в судебном заседании. В данном случае ваш папа восстановлен в родительских правах, и вы можете проживать совместно с папой. Это вам понятно, да? Дело закрыто. Хорошо всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Решение суда, конечно же, правильное. Восстанавливать отцовство, хотя и так отец. Сказать, что я доволен, ну, это недовольство, скажем так, справедливое решение. Самое главное вернуть доверие, вернуть то, что было. Вернуть дочь. Сына я уже вернул, хотя он был со мной. Спасибо, судья. Чтобы там не решил суд, я ему все равно не верю. Не оставляйте детей без присмотра. Они даже не видели, что девочка беременна. Срок 16 недель. Не думайте, что дети ничего не понимают. Ты хоть баску своей думала, когда при дочке это делала другим языком? Не надейтесь, что предательство сойдет с рук. Исполнится ребенку 18 лет и обязательно придет к своей бывшей маме и бабе. И задаст им вопрос. И какой же вопрос он задаст? Почему его предали? Смотрите, как Елена Дмитриева спасает наших детей. Так, все молчат. Дайте возможность сказать ребенку, пожалуйста. Каждый будний день с 14 до 15 на нашем телеканале. Папа, папочка, пожалуйста, возьми меня, Димир, пожалуйста. Я ведь на улице останусь. Битва за будущее. Дело закрыто. ЖАРКОЕ ЛЕТО 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 ЖАРКОЕ ЛЕТО